Итак, в эфире новости в студии Наталья Ветрова. Здравствуйте! Коротко о главных темах. Прошли специальные занятия на острове Юность. 31 декабря не работать. В Госдуме одобрили эту идею. Как относятся к этому иркутяне, расскажем совсем скоро. Не пропустите. Похитивший 9-летнюю девочку в Иркутске арестован. Мужчина находился в припаркованном автомобиле Тойота Виста на улице Новаторов во втором Иркутске. Увидев девочку, он вышел из автомобиля и силой затолкал ребенка в салон. Крики услышал проходивший мимо 16-летний подросток. Он бросился за помощью к мужчине, который находился рядом. Вместе они догнали автомобиль, блокировали его и спасли девочку. Водитель скрылся с места преступления, но через несколько часов его задержали сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии. Установлено, что мужчина отсидел два срока за совершение преступления сексуального характера. Освободился в марте 2017-го. В настоящее время он арестован. Ему грозит срок от 5 до 12 лет. К другим темам. Всероссийская акция «Стоп ВИЧ Спит» стартовала в Иркутске. Выездные кампании пройдут на предприятиях, в учебных заведениях, реабилитационных центрах и даже в библиотеках. Помимо этого, мобильные экспресс-лаборатории будут дежурить всю неделю на улицах областного центра. Сколько человек прошли тестирование в первый день акции, расскажем прямо сейчас. Пусть даже морозно, но интерес к акции у людей только растет. Специалисты отдела профилактики центра «СПИД» проконсультировали более 500 человек. Из них 100 человек прошли тест на ВИЧ. Положительных результатов не выявлено. Работали передвижные станции не только в Иркутске, но и в других городах области. «В этом году мы посетили уже ряд городов, в том числе мы проехали и в Устилимск. Машина отработала неделю в Устилимске на базе этого автомобиля. Наиболее комфортно работать». За 9 месяцев 2019-го в Иркутской области зафиксировали 2501 случай инфицирования. Это на 88 человек меньше, чем в прошлом году. Но говорить о полной стабилизации, конечно, еще рано. По данным статистики, сейчас в регионе более 30 тысяч человек имеют статус ВИЧ-инфицированных. В этом году сотрудники центра «СПИД» посетят 25 мест Иркутской области. Добраться до некоторых удаленных территорий помогает специальная подвижная лаборатория. Ее изготовили по заказу центра «СПИД» на Горьковском автозаводе. Состоящий из основного модуля и прицепа, мобильный пункт для тестирования в поле стал первым в своем роде в России. Он позволяет не только выявлять антитела к ВИЧ, но и проверить вирусную нагрузку в течение часа, не отправляя анализы на изучение в лабораторию. Моя работа заключается в том, что я беру кровь на ВИЧ-инфекцию. Экспресс-тест делается 10 минут. Врачи центра «СПИД» рекомендуют пройти тестирование и узнать свой ВИЧ-статус, чтобы снизить число заболевших в будущем. Пройти тест может любой желающий. Абсолютно бесплатно. Виктория Малая, новости сейчас. Какие скафандры носят сегодня космонавты? Как они готовятся к полетам? Герой России, летчик-космонавт Анатолий Иванишин ответил на вопросы учащихся Ядогонской школы. Он прилетел в Иркутскую область всего на двое суток специально ради этой встречи. Село Ядогон Тулунского района пострадало во время паводка. Тогда же коллектив учебного заведения обратился к губернатору с просьбой организовать приезд космонавта. Он прилетел как волшебник на вертолете. Для Ядогонской детворы приезд настоящего космонавта и есть магия. Встречали Анатолия Иванишина всем селом. Готовились. Эта встреча могла не состояться, если бы не просьба директора Ядогонской школы, народного учителя России Надежды Зыбайловой. Летом после паводка в Ядогон приезжал губернатор Сергей Левченко. Тогда-то директор школы и попросила организовать приезд космонавта. Космос всегда был близок Надежде Сазоновне. Работать педагогом она начала 58 лет назад, в год первого полета Гагарина в космос. И даже свою дочь она назвала в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Я с учениками писала маленькие книжки о Гагарине, о его первой учительнице, о его маме. И распространяла среди колхозников. Анатолий Иванишин и Сергей Левченко поучаствовали в заседании патриотического клуба «Красный квадрат». А после ученики забросали космонавта вопросами и даже приняли в ряды своего клуба. Сейчас у Анатолия Иванишина плотный график. Он готовится к своему третьему полету в космос. Сейчас Анатолий Алексеевич проходит очень серьезную подготовку. Он включен снова в следующие программы. Поэтому пришлось договариваться и с руководителем центра подготовки, который отпустил его на двое суток. Вот мы за эти двое суток успеваем посетить педагогом в том числе. Я как бы ждал увидеть здесь людей, которые в силу вот тех летних событий находятся в сложном положении. А я увидел же радостных, оптимистичных людей. И я очень приехал о чем-то рассказать, о космос им. Ну, в общем, больше не рассказали они мне. Он улетел, но прежде признался, что такие встречи запоминаются на всю жизнь. И кто знает, может быть, в своем третьем полете, пролетая над малой родиной, он помашет едогону. Ирина Белогривая, новости сейчас. Люди, которые пострадали в результате летнего паводка, продолжают обживаться на новых местах. Пенсионеры Нины и Виталий Молодцовы переехали в новое жилье в Хомутово в конце лета. Их дом в Тулуне унесло водой. Они говорят, давно собирались перебраться ближе к областному центру, к детям, но до паводка так этого и не сделали. Планы сбылись вот таким неожиданным образом. Пенсионеры добавляют, жилье получили сразу же. Никакой волокеды, как это озвучивает центральный телеканал, и не было. Мы предлагаем послушать их историю о пережитом и о том, как они живут сейчас. Как только заселились, дочь нам подарила подкову на счастье. Тут же прибили. Это у нас прихожая. Дальше идем. Это у нас зал. Здесь, правда, еще мебели не хватает, но со временем все докупится. Так, нас 28-го затопило. 27-го была техника, возили самосвал за самосвалом. Экскаваторы там, я не знаю, наверное, утонул этот экскаватор прямо на дамбе. Мэр города непосредственно на всех участках, и у нас в том числе же, был руководил. Информация, как вот эти говорят центральные СМИ, что там никакой информации, никто ничего не давал. У него информация была такая же с телефона, как и у меня. Там спадает вода, там на 20 сантиметров, там на 2. Вот нам вот этот час пережить эту волну, а там дальше спадает. А потом откуда она чего пришла, неизвестно. Нам же сказали, что мы вас спасем. Мы поэтому надеялись, они же все закрывали, закрывали вот это вот все. Но мы подняли наверх, все. Я даже шторочки на кресло подняла, чтобы не замочила их. И потом вот муж бежит оттуда, говорит, волна идет срочно наверх. Пока в машину сели, пока развернулись, и уже по воде выскочили. От дома ничего не осталось. Ну, печь разрушена еще, и все. Круто кирпичей. Организовали сразу. Там и спонсоры, по-видимому, все там, значит, и картошку, смотрю, там приносили, все готовили. Медицинская помощь сразу была. Все документы, то, что утеряны были, восстановили. И сертификат нам выдали тоже быстро. Я не знаю, как это объяснить и чем это. По каналам центрального телевидения ни одного позитивного репортажа не было. Все какой-то негатив ищут. Мы еще там были, но вот просто сочиняет на году. Последний меня вот добил этот репортаж. Там какие-то народный фронт. Нашли какую-то женщину, которая ездит с Аршана в Тулун и в Иркутск. Всю пенсию проезжает, и никто ее нигде не принимает. Но не может такого быть. Это... Я вот этому не верю. Все знакомые, родственники наши, уже все получили. У меня сестра затонула. Племянник. Племянника сын. Но они уже все определились. Мы до этого хотели переехать сюда, поближе к детям, к внукам. Поближе. Здесь три внучки. Ну вот, как говорится, не было бы. Счастья, но несчастье помогло. Службы государственного строительного надзора и жилнадзора продолжат работать как самостоятельные структуры. Такое решение принял губернатор Сергей Левченко. По пути объединения пошли 22 региона России. Но в Иркутской области на данный момент целесообразно оставить раздельную работу у этих организаций. В том числе и для эффективного исполнения программы восстановления жилья и инфраструктуры после наводнения. До 2023 года потребуется обеспечение проведения государственного строительного надзора для многих объектов. Также объединение двух структур неименуемо привело бы к сокращению числа сотрудников, что в условиях действующего на территории региона режима ЧЭС может отрицательно сказаться на сроках и качестве выполняемых работ. При той ситуации, в которой область находится, во-первых, бум строительный. Это делать просто нельзя, поскольку в данном случае мы потеряем в темпах, потеряем коллекционные кадры. Я полагаю, поэтому губернаторам было принято такое решение сохранить эти две службы в том виде, в котором они на сегодняшний день работают. Кроме того, за последние четыре года в разы увеличилось количество строящихся и ремонтируемых объектов. Они тоже требуют проведения качественного и своевременного стройнодзора. Сегодня будем говорить и о структурах, которые только начинают работать, но остро необходимы. В Иркутской области создан Центр поддержки экспорта. Сегодня гость нашей программы Антон Геннадьевич Шин, руководитель Центра поддержки экспорта в Иркутской области. Антон Геннадьевич, добрый вечер. Всем добрый вечер. Расскажите, какие же цели и задачи у этого центра? Для начала я бы хотел рассказать, не то чтобы историю, как возник Центр. В апреле 2018 года мы образовались, то есть структура эта достаточно молодая. Цель и задачи предельно четкие. Это оказать содействие предприятиям Иркутской области, выйти на экспорт. Если говорить в рамках общенациональной такой задачи, то к 2024 году по всей России есть задача достичь объема несырьевого экспорта в 250 миллиардов долларов США. Эту задачу выполняет Российский экспортный центр, наш координирующий орган, определяющий направление и основную государственную политику в плане поддержки экспорта. А также региональные центры поддержки экспорта созданы в регионах Российской Федерации. На сегодняшний момент их порядка 79, но к 2021 году планируют создание во всех субъектах России. Антон Геннадьевич, экспорт древесины это тоже к вам? Потому что сейчас это такой вопрос очень острый на самом деле и даже на российском уровне. Если речь идет о переработке, то вопрос к нам. Если речь идет о пиломатериалах, поганажных изделиях, то здесь без проблем, это тоже наш вопрос. У нас не сырьевой экспорт, с сырьем непосредственно мы не работаем. А если говорить о том, что вы говорите о переработке, что это? То есть это какой товар? Ну если взять опять же ту же самую древесину, то у нас есть предприятие, которое из отходов производит продукт. Это доски, шезлонги. Вот это именно называется переработкой. То есть уже готовое какое-то изделие, либо какой-то продукт? Да, то есть то, к чему человек приложил, скажем так, руку. А какие предприятия могут к вам обратиться за поддержкой? Мы работаем прежде всего с субъектами малого и среднего предпринимательства. Критерии все закреплены федерально в законе о малом и среднем предпринимательстве. Но чтобы не углубляться в детали, достаточно зайти на сайт налоговой службы и найти себя в едином государственном реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Ну, может еще возникнуть вопрос, кто же такие экспортно-ориентированные предприятия? Формализованных критериев нет, их в законе не закрепляется, презюмируется. Если предприятие обращается к нам, направляет заявку, если есть у предприятия потенциал, мы его, естественно, оцениваем, то это к нам, это экспортно-ориентированное предприятие. А какие? То есть это те уже, которые только начинают? Это те, которые уже имеют такой серьезный состоявшийся бизнес? То есть кто к вам может прийти? Или все? В общем-то, речь идет о всех. Это могут быть уже сложившиеся экспортеры, могут быть опытные экспортеры. Это могут быть новички, которые вот только задумываются об экспорте. Кстати, для них у нас есть целая программа обучения экспорту. Мы работаем по программе Российского экспортного центра. Поэтому здесь ограничений нет, мы всем рады, всем рады помочь. Желающих много? Достаточно, да, достаточно. А вы помогаете оформлять документы, вы помогаете в сопровождении. Какие услуги вы предоставляете вот именно бизнесмену, который к вам пришел и говорит, да, я хочу вот заниматься экспортом? Набор инструментов, которым может воспользоваться экспортер, либо новичок, да, он достаточно широкий. Ну вот прежде всего, вскоре я начал говорить об образовательной программе, это обучение основам экспорта. У нас обучающая программа состоит от целого цикла таких мероприятий. В декабре мы тоже планируем проводить, пожалуйста, обращайтесь к нам. Вот, кроме этого, есть консультации. Мы активно сотрудничаем с таможенными представителями, с брокерами. Они помогут оформить документы необходимые. Также, ну, около, наверное, 60% нашей деятельности занимают выставочные, ярмарочные мероприятия. Вот у нас в плане порядка, наверное, 18 выставок уже предусмотрено. Большую часть мы их провели. Выставки проводим в Монголии, в Китае, в Индии выставка была. Ну, в принципе, тут нет каких-либо строгих ограничений. Мы, ну, прежде всего, отталкиваемся от интересов наших предприятий, что они хотят. Далее смотрим, естественно, на масштаб выставки, серьезно-серьезно, консультируясь с нашими экспертами. И все, вперед. Под них планируете? Да, да, да. Антон Геннадьевич, спасибо большое за такие развернутые ответы. И ждем вас в гости еще в эфир. Спасибо. Продолжение следует... В салоне нижнего белья «Люмери» любая женщина почувствует себя особенной. А сертификат станет лучшим подарком. Салон «Люмери» – настоящий женский рай. Убедитесь сами. Спеццена. 30 тысяч рублей за оба глаза на лазерную коррекцию по технологии «Ласик». Иркутский филиал МНТК «Микрохирургия глаза». 30 лет на благо людей. Продолжаем выпуск. Выходить на лед опасно. Сейчас в Сибири активно идет период ледостава. Водоемы начинают замерзать. Минусовые температуры не пугают ни детей, ни взрослых. И если первые идут к рекам и озерам ради забавы, то вторые чаще сокращают путь по образовавшимся переправам. Каким правилам безопасности стоит следовать, чтобы не оказаться в полынье? Узнавала наша съемочная группа. Именно эти слова нужно кричать, если провалился под лед. Водолазы в специальных костюмах демонстрируют школьникам, как необходимо вести себя, если оказался в водной западне. Практические занятия по оказанию помощи наглядно показывают, что даже если у проходящего мимо человека нет специальных средств спасения, помочь может обычный шарф, кофта и любые другие подручные средства. Сейчас идет акция под руководством Главного управления МЧС России по Иркутской области «Безопасный лед». В рамках этой акции и ежегодно мы проводим со школьниками такие практически показные занятия, для того, чтобы наглядно показать, как людей спасают, как людей спасать, вовремя, самое главное, повесить на единый телефон спасения 112. МКО «Безопасный город Иркутска» совместно с сотрудниками ГИМС провели занятия для 80 школьников на острове Юность. Дети и подростки зачастую находятся в особой группе риска, поэтому такие практические занятия помогают понять, как действовать в случае возникновения чрезвычайной ситуации на льду. Для меня это стало полезным, потому что я узнал, как мне можно выбраться, если я упаду в воду, и то, что какой номер у МЧС, и как именно нужно выбираться. В Иркутске с начала периода ледоставов провалов под лед не было, а вот в регионе уже зафиксировано пять таких случаев. С октября под данный момент в Иркутской области было совершено пять провалов полет, и, к сожалению, были два погибших в связи с провалом. Сотрудники ГИМС и МКО «Безопасный город» ежедневно патрулируют опасные территории. У водоемов организованы дополнительные посты, установлены предупреждающие информационные стенды. Также идет оповещение населения в общественном транспорте и торгово-развлекательных центрах. В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно обращаться в экстренные службы по номеру 112. Мадина Халикова, Александр Волков. Новости «Сейчас». 60 пар самых пронзительных глаз. Выставку «Пушистое счастье» открыли в Иркутском арт-центре «Палитра». Фотографии обитателей приюта «Ной Поводок» – это не просто экспозиция о бездомных собаках. Это несколько десятков историй, в которых люди проявили себя не с лучшей стороны. И одна большая – о тех, кто взял на себя ответственность за еще неприрученных. У каждой из этих собак своя история. Но все они однажды столкнулись с человеческой жестокостью и безразличием. Это один из десяти щенков, найденных сотрудниками приюта «Ной Поводок» в коробке на железнодорожных путях. Обнаружив они их минутой позже, никого бы не осталось в живых. Это Джулии. Ее вместе с щенками выбросили на улицу в сильные морозы. Этого пса с волшебными глазами в приюте назвали Айсом. Когда-то и у него был дом и хозяйка. А рыжика нашли на улице с выткнутым глазом. Собаки сделали операцию, и теперь солнечный питомец ждет своего человека. Автор снимков – фотограф Надежда Даровская. Девушка уже год работает в приюте «Ной Поводок». За это время научилась делать не просто кадры. Это настоящие фотопортреты собак. Я видела много фотографий в Инстаграм, и они все были некачественные. Мне хотелось приехать в приют и сделать качественные фотографии собакам. Я надеялась подарить им так шанс стать домашними. Если человека можно как-то определенным образом, например, поставить, то собака сама решает, а ты только успеваешь поймать этот кадр. Свои работы на выставке представил и известный стрит-фотограф Игорь Верещагин. Моменты настоящей жизни людей и собак. И безграничная преданность последних. Самые счастливые и самые горькие моменты. Все снимки в экспозиции можно приобрести. Средства пойдут на содержание питомцев в приюте. Три с половиной года назад его организовала Ирина Верещагина. Сейчас там живут 250 животных. И всем им нужны хозяева. К сожалению, пока собак чаще подкидывают и привозят. Раненых, выброшенных, измученных. А забирают реже. Поэтому Ною нужны помощники. У нас какое-то количество волонтеров постоянно приезжает. Помогают продуктами, помогают лекарствами. Выгулом собак. Потому что очень важно, что они приезжают, собак выгуливают. Так как собаки сидят в вольерах. И невозможно нашим работникам каждый день прогулять всех собак. Поэтому очень помогает именно волонтерская помощь в этом плане. Живописные работы представила иркутская художница Екатерина Голышкина. Герои ее портретов тоже обитатели приюта. Выставка «Пушистое счастье» в арт-центре «Палитра» открыта до 8 декабря. Вход свободный. Настолько пронзительные глаза, которые смотрят в душу этих собак, что хочется, чтобы это видели и чувствовали очень многие люди. Даже если один человек еще дополнительно приедет в приют, или даже если один человек заберет собаку из приюта, это будет цель, это будет плюсик, который мы себе поставили. Значит, цель выполнена. К слову, в этой галерее бездонных преданных взглядов есть и счастливые истории. Некоторые собаки бездомными остались только на фото. Сейчас у них новая домашняя жизнь. Марина Беклемишева, Сергей Иванов. Новости сейчас. Кстати, учат милосердию с малых лет организатор областного конкурса творческих работ «Бессловесные друзья». Он завершился в Иркутске и сегодня подвели его итоги. Жюри оценило почти 500 работ со всего региона. Работы, посвященные темам дружбы, непростой жизни уличных животных и работе волонтерских зоодвижений. Среди номинаций эссе, рисунок, поделка, а также видеоролик и фотографии с приюта для бездомных животных. Конкурс «Бессловесные друзья» проводят уже в третий раз. Новые творческие работы начнут принимать с февраля следующего года. Как раз для того, чтобы ребята не просто теоретически порассуждали о том, как великолепно любить животных, а именно о том, чтобы они на практике проявили себя. Конечно, это, безусловно, очень важно, потому что воспитывать детей в любви, в милосердии, в сопереживании, я считаю, что это основа любого воспитания. Каким может быть путь артистам? Чаще всего истории об этом мы слышим от мэтров сцены на творческих встречах и бенефисах. В новом проекте культурного центра Александра Вампилова «Восхождение» о себе рассказывают молодые, талантливые люди Иркутска. Яркие, идущие своей дорогой. Этот проект открыла актриса Иркутского драматического театра Екатерина Константинова. Первые театральные пробы и первые шаги на сцене. Девятиклассница Катя Константинова, дочь двух замечательных иркутских артистов, никогда не интересовалась театром, пока папа не предложил попробовать себя в кастинге в проект драматического театра «Ромео Джульетта». И она его прошла. Наконец случились премьеры. Это было страшнее, чем недавно прошедшие ЮГЭ девятого класса. Меня подкаймило все два часа спектакля, но я справилась с этим. И вот последней премьерой закончился театральный сезон. Прошедшие тогда кастинг школьники и студенты, отравленные театром, двинулись поступать в театральное училище. Но не она. Только когда Катя закончила свои 11 классов школы, поняла другого пути. Нет. И тогда случился курс драматических артистов театрального института имени Бориса Щукина при Иркутском театре. Учеба и работа сразу. Этюды, пробы и первые главные роли. Мои школьные впечатления от «Грозы» были весьма унылыми. Да и когда я перечитала пьесу, веселее мне не стало. Пять актов. Героиня страдает, мучается, страдает, мучается и, наконец, топится. Чё к чему? Я в упор не понимала, за что «Грозу» окрестили классикой, и что такого в этой злосчастной Катерине Кабановой. Дура-дура. Хуже было только то, как это было написано. За всю пьесу Катерина говорит «Ах!» 19 раз. 19! Иногда комба по два «Аха» подряд. Это как вообще? Ах! 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 Катерина сыграла главную роль Катерины Кабановой стал Владимир Петрович Поглазов. Этого замечательного и безмерно талантливого человека не стало в январе прошлого года. Именно ему посвящен этот моноспектакль молодой актрисы. Владимир Петрович был художественным руководителем нашего курса, одним из. И с ним связана отдельная часть биографии моей. У нас были просто такие взаимоотношения, точнее, мое отношение к нему сложилось таким образом, что мне бы хотелось вот то, что я не успела сказать ему при жизни, хотелось бы вот сказать ему, ну вот хотя бы сейчас. Вся работа молодой артистки посвящена ее учителям. В разные годы и в разное время. Тем, кто вольно или невольно оказал влияние на ее жизненный путь. Текст для моноспектакля Екатерина написала сама. Это практически ее дневники. Режиссер Николай Константинов, папа. Это история начала пути, а увидеть его продолжение всегда можно на сцене Иркутского драматического театра, где практически ежедневно Екатерина Константинова выходит на встречу со своим зрителем. То Анастасия Филипповна в идиоте, то Грибоедовской Софьей или лошадью в простой истории. Екатерина Нерушкина и Артур Рощупкин. Новости. Сейчас. Сегодня во всем мире свой профессиональный праздник отмечают мастера бувного дела. Ремесло создания обуви всегда было и остается крайне востребованным занятием. Но профессия сапожника не так скучна, как может показаться. Не обходится и без виртуозного подхода к работе. Наш земляк Виктор Баженов уже больше 10 лет удивляет не только иркутян, но и весь мир своим творчеством. Всем посетителям мастерской он с гордостью показывает свою коллекцию миниатюрной обуви. Самый маленький экземпляр в длину полсантиметра. Еще одно чудотворение мастера – это огромный полутораметровый сапог. Что еще придумает знаменитый сапожник? Это он оставил в секрете. А пока Виктор Баженов продолжает делать свою работу – ремонтировать обувь постоянных клиентов. С услугами этого сапожника мы пользуемся уже очень много лет. К нему обращается за ежедневной услугой большое количество людей, проживающих в этом микрорайоне. Он на самом деле очень хороший мастер своего дела. Выходным днем сделать 31 декабря. В Госдуме одобрили такую идею, но при условии сохранения общего числа нерабочих праздничных дней. Об этом сообщает ТРИА Новости со ссылкой на главу Комитета Государственной Думы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. Депутат отметил, что у регионов есть полномочия принимать подобные решения в своих субъектах. Так, губернатор Томской области по просьбе женщин перенес рабочий день с 31 на 28 декабря. Такое решение глава региона объяснил тем, что на женщинах лежит основная часть подготовки к новогоднему празднику. Плохо отношусь. Почему? Ну, потому что мне надо готовить и убраться дома. Ну, как правило, же никто не работает 31-го. Выходит чисто так для галочки. Ну, согласитесь, так оно и есть. Я всегда работал 31-го. Нормально. Уже там в Думе, по-моему, уже обсуждают. Я считаю, что это было бы нормально. Лучше какой-нибудь день убрать из этих длиннющих праздников январских. А 31-е было бы правильно делать выходные. Я официально не трудоустроена, поэтому мне все равно. За выходной или попротив? Нет, лучше работать. Почему? Деньги надо зарабатывать. Леха. И теперь о спорте. Трехмесячная готовность. Именно столько осталось до старта чемпионата мира по хоккею с мячом среди команд группы «Б». Сегодня в Иркутске прошло заседание рабочей группы по подготовке к турниру. Главная тема – безопасность стадионов. По плану игры среди сборных пройдут с 1 по 6 марта на четырех стадионах. Это «Шелиховский строитель», «Иркутский труд», «Зенит» и «Рекорд». Последний станет базовой ареной турнира. Так как только там есть искусственный лед, и в случае форс-мажора, жаркой погоды в начале марта, игры всех 12 сборных пройдут именно там. Сотрудники полиции находятся в постоянном контакте с директорами спортивных объектов, которые до начала декабря должны устранить ряд недочетов. Во-первых, это нам дает то, что эти стадионы будут приведены в соответствующий порядок, используя подготовку чемпионата мира, которые потом останутся для наших же жителей, для мальчишек, для девчонок, для того, чтобы можно там было заниматься спортом. Ну и кроме этого, допустим, в «Шелихове» это всегда праздник, это всегда и зрители там подойдут на проведение этих матчей. Чемпионат мира среди команд группы А пройдет с 29 марта по 5 апреля, и все матчи должны состояться на новой арене. Сейчас ее строительство в самом разгаре. На следующей неделе из Москвы приедет вице-президент Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус. Он проверит, как идет подготовка к турниру. В группу А входят лидеры бенди, например, национальные команды России, Швеции, Финляндии, Норвегии и Казахстана. По плану, вместимость стадиона 6 тысяч мест, но рассматривается возможность установки дополнительных временных трибун на главные матчи первенства планеты. Это все новости вторника. Берегите себя и до встречи на Аисте. Субтитры создавал DimaTorzok